До выборов президента России остается пять дней. До 18 марта свой выбор делают те, кто по разным причинам находится вдали от избирательных участков. За полярным кругом проходит досрочное голосование. Члены избиркома начали работу в труднодоступных районах Нейнского округа. В выходные свой гражданский долг смогли исполнить метеорологи и оленеводы. Из аэропорта Нарьинмара вылетаем ранним утром. Виндокрылая машина берет курс на мыс Константиновский, что на побережье Баренцева моря. Спустя два с небольшим часа в воздухе прилетаем на место. Здесь участковую комиссию ждет Анастасия Ахиза, единственная жительница метеобазы. Она трудится на севере семь лет и уже давно привыкла, что вокруг за сотни километров ни души. Хотя за тем, что происходит в мире, девушка следит регулярно. Откуда вы узнаете про кандидатов? Ну, есть, конечно, и телевизор, и интернет, все есть. Ну, то есть вы знаете, за кого будете голосовать? Да, знаю. Как только первый избиратель президентских выборов опускает бюллетень в урну, члены комиссии оперативно собираются и спешат в вертолет. Погода на севере может испортиться в любую минуту, а визит избиркома ждут еще и в оленеводческих стойбищах. Общины коренных жителей в бескрайней тундре найти довольно-таки сложно, ведь они постоянно кочуют с одного места на другое. Отыскать оленеводов пилотам помогает знание примерных координат стоянки и проводник из числа местных жителей. По огромным сугробам комиссия направляется к чумам, национальному жилищу ненцев. А спустя пару минут к стойбищу подъезжает снегоход. За рулем Николай Литков. Еле вырвался с работы. Спешил, смеется мужчина. В тундре он пасет оленей. Выборы старается не пропускать. Ну, по возможности, конечно, если я окажусь. Ну, если в поселке, так. Ну, и когда борта бывает, тогда, да. Может, не голосовал, может, когда-то был, но я это не помню. Иногда бывает, в отъезде будешь, в стадии будешь. Избирательный участок разворачивают прямо посреди чума. Причем здесь все в строгом соответствии с законодательством. Вот информация о кандидатах, урна для голосования и даже некое подобие кабинки. Переносная ширма, ведь даже в далекой тундре, такое условие, как тайное голосование, никто не отменял. Досрочное голосование отличается лишь тем, что проводится в полевых условиях. В остальном все точно так же, как и на стационарных участках. Тундровых избирателей вносят в списки, заполняют паспортные данные и выдают бюллетень. Любой знак напротив кандидата. Одного. Это свой голос отдал хозяин чума Александр Литков. Участие в выборах считает своим гражданским долгом. Кстати, в тундре явка всегда стопроцентная. Оленеводы приходят целыми семьями. У соседей там семья отдельная, у нас тоже своя. Трое сыновей у меня, жена, дочь. К нам прилетают, все голосуют. А вы считаете, для чего это нужно делать? Ну как, чтобы в России жила. Сейчас в данный момент президента выбираем. За день избирательная комиссия облетела еще четыре стойбища. В каждом проголосовали оленеводы и чумработницы, которые в день выборов не смогут добраться до ближайшего населенного пункта. Всего в переносную урну опустили 14 бюллетеней. Она будет запечатана и будут составлены акты о проведении досрочного голосования, которые будут храниться, это переносная урна, до дня выборов. После голосования 18 марта в 20 часов переносные урны будем вскрывать. Впрочем, для избиркома работа по проведению досрочных выборов еще не окончена. Уже в ближайшее время избирательные комиссии отправятся к работникам нефтепромыслов и месторождений. Алина Ваучейская, Игорь Тарасевич. Вести Заполярья. Ненецкий автономный округ.